Друзья, мы прославим нашего Господа словами «Слава Богу!» Мы имеем эту привилегию быть еще раз вместе, видеть лица друг друга и вместе слушать Божье Слово. Это очень, я думаю, важно для каждого из нас. Я хочу сегодня, чтобы мы обратили наше внимание и наше рассуждение к Священным Писаниям. И особенно я буду обращать внимание на послание к Тимофею. Здесь апостол Павел в своем послании обращается к этому человеку. Тимофей – это был муж, который помогал апостолу Павлу в его миссии, в его служении. Когда апостол Павел проповедовал, он был его помощником, но пришло время, когда организовалась церковь, и апостол Павел восхотел, чтобы Тимофей там остался и был там служителем. Этот человек, он очень много сделал для Господа. Этот человек был очень богобоязненный человек. Он посвятил свою жизнь для Бога и был очень хорошим служителем Божьим. Он был хорошим верующим человеком. Он очень был искренним человеком, который оценивал Божью любовь, Божью благодать. Он очень сильно интересовался тем, что Бог говорит. Он очень сильно интересовался Божьей волей. Вы знаете, это слово в наше время, оно как-то, может быть, не имеет... Ну, разные люди по-разному объясняют волю Божью. Вы знаете, когда... Как сегодня мы слышали этот прекрасный рассказ об этом муже Иосифе, когда ему приснились сны, и он рассказал эти сны своим родителям, своим братьям. И вы знаете, когда он сидел в этой темнице много лет, когда он возложил свою надежду на Господа, он понимал, то, что он видел в своем сне, оно еще должно исполниться. Он понимал, что Бог не допустит, чтобы это не произошло. И пришло время, особенно когда он сидел за этим столом, и его братья кушали вместе. Мы читаем такую реакцию, которая произошла в Иосифе. Он сидел на своем престоле, смотрел на своих братьев, и вдруг он заплакал и просто ушел. Я думаю, тот был момент, когда он понял, после многих лет, после многих лет вот этих заключений, после многих лет вот этого трудного труда слуги, раба, он понял, Бог ныне исполняет то, что Бог ему открыл во сне. Это прошло многие годы, прошли многие испытания в его жизни. Может быть, не раз он чувствовал себя очень слабым, в своей, может быть, вере, спрашивая, Боже, где ты? Почему? То, что я видел, оно как-то очень далеко. Но мы находим в Священном Писании, что Иосиф, он возложил свою надежду на Господа, он доверился ему полностью. И он сегодня является очень хорошим примером для верующих людей. живя на земле, что Божье обетование, оно стоит, и Бог в свое время его исполнит. От нас самое главное, что зависит от верующих людей, довериться нашему Господу, понимая, что Бог управляет всем, и все будет так, как Он сказал. Мы обратим внимание на послание к Тимофею, первое послание Тимофея, четвертая глава, и мы прочитаем место, которое сказал здесь апостол Павел. за одиннадцатого стишка четвертой главы послания к Тимофею. «Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Обращаем внимание на ключевые слова, которые Павел говорит, «но будь образцом для верных». Вот действительно, он был служителем Божьим, был верующим человеком, и Павел призывает Тимофея, чтобы он был образцом для верных. Для людей, которые тоже последовали за Господом, посвятили Ему свое сердце, свою жизнь. И Павел говорит, «Тимофею, я хочу, чтобы ты был образцом. Я хочу, чтобы на тебя люди смотрели, которые пришли в вере Господу и видели тебя тем, которым ты должен быть в Господе». Он говорит, чтобы ты был образцом не только в твоем приятном поведении, в твоей красивой одежде, а может быть приличной. Но он здесь касается очень глубоких мыслей. Он говорит, чтобы ты был верный в Слове. Это слово «верный» – это человек, который не отклоняется, человек, который при разных обстоятельствах своей жизни и он остается тем, кем он должен быть. И Павел говорит, «Я хочу, чтобы ты был таким, чтобы ты был образцом в Слове, чтобы ты был образцом в твоей жизни, чтобы ты был образцом в любви, которая в тебе, в духе, чтобы ты был образцом твоей веры, Что был ты образцом в твоей чистоте Павел говорит ему дальше наставление Говорит, доколе не прийду, занимайся чтением Наставлением, занимайся учением Не неради, а пребывающим в тебе дарований Которые дано тебе по пророчеству С возложением рук священства Об этом заботься В этом пребывай, дабы успех твой для всех Был очевиден Вникай в себя Вникай в учение Занимайся этим постоянно Ибо так поступая И себя спасешь И слушающих тебя Я думаю, эти слова, они относятся Также к каждому верующему на этой земле Апостол Павел Почему-то обратил внимание Об учении Он говорит, вникай в себя И в учение Вы знаете, мы в нашей жизни встречаемся С такими разными как бы вопросами И особенно в наше современное время Мы замечаем последний как бы тренд такой Когда люди Я не знаю Или мышление такое, что Верующий человек Он Поверил Господу И просто на всего Он только должен веровать В Бога И Бог, если хочет, он ему откроет То, что он хочет ему открыть И Как бы Человек как бы не хочет Или не нуждается Или не видит Важности Знать Учение И вы знаете Я однажды вот Смотрел однажды Такое как бы видео И это много как бы Когда люди просто Приходили к верующим людям И они спрашивали В них вопросы Из Евангелия Спрашивали у них вопросы О Боге Об Отце, Сыне и Святом Духе Чтобы те объяснили им Как вы понимаете И задают вопрос Ну сколько ты уже лет верующий Сколько ты лет ходишь в церковь Ну человек говорит Я уже примерно 17 лет хожу в церковь Ну объясни мне Я не знаю Как это так Отец, Сын и Дух Святой Ты можешь мне это объяснить Человек что-то говорит И он вообще не знает О чем он говорит И эти атеисты Эти люди неверующие Просто насмехаются Говорят Какой ты же верующий Ты даже не знаешь Вот этих вещей Есть много-много Других вещей В Евангелии Которые просто Навсего Люди Они как-то Вот Вроде бы веруют Но они ничего не знают Они не знают Ни учения Они не знают Никаких фундаментальных Основ Даже своей личной веры И жизнь проходит Многие года проходят Люди даже не знают Во что они верят вообще Или как-то стыдно Может быть Для христиан Для людей Которые Принимают на себя Это название Христианин Но Христианин Это значит Очень Christ-like Это похоже на Христа Человек который Знает Апостол Павел Апостол Павел Здесь Интересно Я думаю Он не зря Это сказал Я хочу На это обратить Очень сильное Внимание Оно очень важно Для каждого из нас Верующих людей Он обращает Внимание И говорит Тимофею Доколе не приду В жизни Человек не читает Евангелие Не читает Евангелие Он не знает Божьей воли Какой-то Порядок Может быть В жизни Порядочность Но когда человек Не вникает В учение Он Него не знает Он не знает О чем Говорит Это учение Законы Этого учения Законы Царствия Божьего Человек Не знает И человек Просто Как Ну Выражают Люди Ходят Бродят За Христом Люди Просто Навсего От одной Обочины К другую Вроде бы Куда-то Идут Но не понять Куда Но апостол Павел Он обращается К Тимофею И он Ему Говорит Вникай В себя Вникай В учение И занимайся Этим Постоянно Это слово Не сказано Только Тимофею Я верю Что оно сказано Каждому верующему Человеку Это есть Наша задача Которую Чтобы нам Содержаться В этой жизни Нам нужно Вникать В себя Нам нужно Вникать В свои пути Нам нужно Вникать В наше понимание Нашего Мирозрения И на этом же На самом параллеле Апостол Павел Говорит Тимофей Я хочу Чтобы ты Вникал В учение Потому что Это учение Господа Нашего Иисуса Христа И апостолов Оно идет На одном уровне Вникая В себя Мы должны Иметь Какие-то Пираметры Или Какие-то Законы Которые Нам должны Определять Наш путь Если Отсутствует Учение Или Если Отсутствует Вникание В учение И незнание Учения То практически Человек Даже не знает Как себя Оценивать Это Это Очень важная Сторона Жизни Верующего Человека На этой Земле Знать Учение Знать О чем Говорил Господь Знать Вот эту Благодать Знать Вот это Наставление Вот это То что Бог Открыл В Евангелии Нужно Знать Каждому Из нас Потому что От этого Зависит Спасение Человека От этого Зависит Апостол Павел Говорит Тимофей Говорит Вникай В себя И в учение И занимайся Этим Постоянно Это Задача Каждого Из нас В нашей Личной Жизни Это Совершать Это Делать Вникать В себя В свое Сердце Почему Мне Такие Порывы Правильные Соответствуют Ли Они Евангелии Соответствуют Ли Они Воле Божьей Правильно Ли Мой Путь Идет Правильно Ли Я Мыслю Соответствует Ли Это Учению Господа Нашего Иисуса Христа Правильно Ли Я В своей Жизни Поступаю Где Бо Я Ни Был Что Я Бо Не Делал Павел Говорит Что Это Должно Совершаться Не Перед Новым Или Нет Апостол Павел Говорит Об этом Чтобы Это Происходило В жизни Верующего Человека Постоянно Это Есть Та Забота Попечение О своей Души Лично Каждого Из нас И Павел Говорит Вникай В себя И в Учение И занимайся Этим Постоянно Ибо Так Поступая И себя Спасешь И слушающих Тебя Вы знаете Когда Господь Дал Поручение Ученикам Своим Чтобы Они Шли И Проповедовали Евангелие Чтобы Они Научили Другие Народы Чтобы Они Их Крестили Бог Дал Им Конкретное Учение Бог Дал Им Познание Его Воли И Когда Может Приходили В их Жизнь Люди Которые Не Знали Бога Они Задавали Ему Конкретные Вопросы Об Иисусе Христе Почему Христос Является Спасителем Что Значит Голговский Крест Что Значит Пролитая Кровь Вот Эти Другие Фундаментальные Вопросы Чтобы Эти Ученики Которые Знают Это Учение Были Способны Объяснить Людям Не знающим Бога Божию Волю И Евангелие И Апостол Павел Понимал Чтобы Церковь Функционировала Чтобы Верующие Люди Не прекратили Существовать После Отшествия Апостола Павла Он Очень Важно Привлек В это Внимание Говорит Вникай В себя И учение И занимайся Этим Постоянно Павел Понимал Что Есть Большие Последствия После Этого Церковь Будет Здоровая Церковь Будет Расти Люди Смогут Где бы Они Находились Говорить О Христе Рассказывать Людям О Боге Рассказывать Им О Божьей Любви Очень Важный Момент И Знаете Чем Больше Мы Читаем Евангелие Чем Больше Мы Читаем Слово Божие Мы Замечаем Как Наша Молитва Даже Меняется Мы Когда Читаем Евангелие Мы Понимаем Божью Волю Божий Взгляд И Смотрите Что Говорит Священное Писание Когда Мы Просим У Бога По Воле Его Он Слушает Нас Когда Человек Не знает Воли Божьей Когда Человек Не знает Евангелия Он Располняет Почему Бог Не слушает Мою Молитву Но Перед Тем Как Молиться Мы Должны Знать Божью Волю Мы Должны Знать Что Бог Желает Такие Божьи Взгляды На Жизнь Людей И Писание Говорит Когда Мы Просим У Бога По Воле Его Он Слушает Нас Очень Важно Читать Евангелие Читать Божьи Заповеди Закон Божий Чтобы Понимание Что Мы Можем Просить У Бога Что Бог Желает Как Бог Смотрит На Это Все Это Мы Познаем Через Чтение Евангелия Через Общение С Богом В молитве Через Вникание В свою Жизнь Господи Как Моя Жизнь Соответствует Она Этому Или Нет Вы Знаете Сегодня Может Быть Мы Можем Слушать Какие Жалобы Можем Слушать Какие Недовольствия Когда Ты В воле Божьей Ты Знаешь Эту Волю Божью Ты Имеешь Вот Эти Пираметры В твоей Жизни Тебя Не бросают С одной Стороны В другую Ты Идешь Ты Знаешь Своё Преназначение Тебе Легко Ити И радостно За Иисусом Христом И Павел Понимая Это Говорит Тимофей Я хочу Чтобы Ты В своей Жизни Был Стабильным В Вере Чтобы Ты Был В своей Жизни Образцом В Учением Чтобы Ты Его Знал Чтобы Ты Мог Передавать Его Другим Чтобы Другие Могли То же Самое Делать И Смотрите Что Он Говорит В 13 Стишке Говорит Доколе Не Приду Занимайся Чтением Наставлением И Учением Павел Оставил Тимофея Он Находился В церкви Он Находился С людьми Которые Приняли Придут Занимайся Этим Вникай В учение Пусть Оно Тебя Укрепляет Утверждает Тебя Что Когда Ты Говоришь Ты Знаешь О чем Ты Говоришь Что В Тебя Есть Твердое Основание Это Очень Важный Аспект Который Апостол Павел Говорил С Тимофеем Я думаю Оно Касается Каждого Верующего Человека В Нашей Жизни Вы Знаете Мы Видим Как Я Встретился Однажды С одними Людьми Которые Они Практически Библию Не читают Они Очень Заинтересовались Откровениями И они Очень Сильно Как бы Звонили Узнавали А где Тот Человек Где Тот Сосуд И Их Не интересовало Что Говорит Евангелие Им Вот Такое Понимание Что Дух Святой Он Говорит Через Пророческое Слово Только Но Что Интересно Что Когда мы читаем Евангелие Что Бог Открыл Им Познание Понимание Писаний Дух Святой Говорит Это живое Слово Говорит Это Написано Вернейшее Пророческое Слово Вернейшее Пророческое Слово И Дух Божий Конкретно Говорит К нам Когда мы Его читаем К нашему Духу Нашему Сердцу Это Вернейшее Пророческое Слово И Нельзя Отвергнуть Основание И Где-то Ходить Где-то Основываться Почему Потому что Мы имеем Дело с людьми Которые Тоже Могут Ошибаться Они Могут Ошибиться Что-то Сказать А если Ты не Знаешь Учения Ты можешь Поверить Лжи Почему Очень Важно Знать Учения Очень Важно Читать Евангелие Очень Важно Вникать В учения Заниматься Этим Постоянно Чтобы Ты Был Уверен Что Твой Путь Прям Что Ты Вникай В себя Вникай В учения Занимайся Этим Постоянно И следующее место Я прочитаю Это 2 Тимофея 4 глава Мы прочитаем С первого стишка Такие слова Это 2 Тимофея 4 глава 1 стих Ниже Он говорит Такие слова И так Заклинаю тебя Пред Богом И Господом Нашим И Иисусом Христом Который Будет Судить Живых И мертвых В явлении Его И царства Его Какие Сильные слова Апостол Павел Говорит Тимофей Говорит И так Заклинаю тебя Перед Богом И Господом Нашим И Иисусом Христом Который Будет Судить Живых И мертвых Великая Власть Сила Бога Когда В явлении Его И царства Его И он Говорит Дальше Проповедуй Слово Настой Вовремя И не вовремя Обличай Запрещай Увещевай Со всяким Долготерпением И назиданием Ибо Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не будут Будут Но Своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Которые Стили Быслуху И от Истины Отвратят Слух И обратятся К басням Но Ты будь Бдителен Во всем Переноси Скорби Совершай Дело Благовестника И Исполняй Служение Твое Обращаем Внимание На Третий Стих Ибо Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не будут Но По своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Обращаем Внимание Есть Момент Когда Вот Мы Перед Собой Видим Учение И Веруя В Господа Вот Учение Иисуса Христа Основанное На Апостолах На Пророках И Мы Себя Преображаем Мы Себя Привлекаем К этому Учению Мы Себя Не пытаемся А подводим Под эту Струю И Это Есть Мы И имеем Основание Конкретное На Фундаменте Твердое Оно Стоит И Другой Есть Момент Где Апостол Павел Говорит Что Придет Время Когда Человек Отступит От этого Отношения К учению Он Будет Решать Что Есть Свято Что Есть Не Свято На Основании Своих Прихотей Это Это Вовсе Ложный Подход Когда Человек Он Оценивает Или Действия Бога Или Как он Себя Чувствует В тот Момент Я думаю Что это Так Значит А я Думаю Что это Ну Сейчас Так Значит Оно И Знаете Человек Начнет Именно Не Понимать Что Учение Господа Оно Стоит Оно На Фундаменте Человек Уже Будет Оценивать Как Он Думает Он Свои Прихоти Использует В оценке То есть Свято Или Нет И Апостол Павел Говорит К Тимофей Говорит Что Будет Время Говорит Когда Здравого Учения Принимать Не Будут Когда Человек Будет Водиться Своим Прихотями Они Будут Себе Избирать Которые Стили Был Слуху Которые Приводили Удовольствие Ушам Вы знаете Я однажды Слушал Одно Слово Была Однажды Конференция Я просто Вышел Человек Практически Не сказал Ни одного Слова О крови Христа Человек Не сказал Ни одного Слова О Христе Практически Идет Речь В общем Как мы Себя Чувствуем Ну Как нам Нужно Быть Хорошими Людьми В этой Жизни Но Отсутствует Основное Отсутствует Христос Отсутствует Жертва Отсутствует Благочестивая Жизнь Отсутствуют Пираметры Которые Бог Поставил Через Апостол А только Я чувствую Себя Хорошо I feel Good Как я Чувствую В своей Жизни И ты Просто Делай То Что Ты Хочешь В своей Жизни Чтобы Ты Feel Good Но Мы Мы Понимаем На основании Евангелия Это Не То Самое Главное Что Думает Об этом Бог Божья Воля Для Меня Для Моей Жизни Для Моей Души Божья Воля Что Бог Желает Моей Жизни И апостол Павел Говорит Тимофею Когда он говорил Вникай в себя И в учение Чтобы ты Знал Чтобы ты Правильно Направлялся И он Говорит Такие Слова Что От истины Отвратят Слух И обратятся К басням Сегодня В этом мире Существует Примерно Мы Смотрели По Информации Примерно 33 тысячи Христианских Динаминаций То есть Динаминации Отклонений Сегодня Люди Из Евангелия Сделали Столько Отклонений И каждый Из них Почитает Себя Правильным И что Неправильным Путем 33 тысячи Таких Как бы Групп Или Пониманий Это большое Количество И вы знаете Действительно Когда человек Начинает Брать Какую-то Часть Библии И делать На этом Учение Не Брать Всю Евангелию И смотреть Что Говорит Господь Что Говорит Полное Евангелие Использовать Этот момент Чтобы Извратить Чтобы Погубить Людей Очень важно В нашей Жизни Читать Евангелие Молиться Знать Божью Волю Своей Жизни Чтобы Дьявол Не имел Доступ Написано Противостаньте Дьяволу И убежит От вас Убежит Очень важно Вникать Себя И в учение И апостол Павел Говорит Такие слова Оценку Есть праведный Стандарт Я Я совершил Это ложное Мышление Это есть Эмоциональное Мышление Оно не имеет Никакого Основа Учения Но когда ты Живешь Богобоязненно Когда в твоем Сердце Присутствует Дух Божий Когда ты Знаешь Божию Волю Когда Дух Божий Свидетельствует Твоему Духу Что ты Являешься Дитя Божие Ты живешь Уверенно Ты знаешь Пираметры Твоего направления Ты знаешь Назначение свое И ты можешь Вместе с апостолом Павлом сказать Мне готовится Венец Который Даст мне Господь И не только Мне А всем Кто Возлюбили Явление Пусть Господь Благословит нам Поможет нам В жизни Иметь Вот это Благовение Перед Божьим Словом Перед Его Волей И Следующее место Которое я хотел бы Прочитать Это будет Послание к Титу Это есть Вторая глава Мы найдем Такие слова В одиннадцатом Стишке И ниже Ибо явилась Благодать Божья Спасительная Для всех людей Научающая нас Чтобы мы Отвергнувшие Нечестие И мирские похоти Целомудренно Праведно И благочестиво Жили в нынешнем веке Ожидая Блаженного Упования И явления Славы Великого Бога И Спасителя Нашего И Иисуса Христа Который Дал себя За нас Чтоб Избавить Нас От всякого Беззакония И очистить Себе Народ Особенный Ревностный К добрым Делам Павел Говорит Кит Явилась Благодать Божья Которая Спасительная Она Для всех Людей И эта Благодать Божья Она Научает Нас И вопрос То есть Как Эта Благодать Научает Нас Люди Сегодня Думают Ну Она Просто Будет Нас Научать Что Это Значит Как Это Происходит Обращаем Внимание Выражение Вы очищены Через Слово Которое Проповедуется Вам Очищение Преображение Изменение Жизни Происходит Через Слово Оно Живо Написано Слово Стало Плотью И Обитало Оно Живое Чтобы Произвело Перемену В жизни Людей Нужно Чтобы Оно Пребывало В нас В жизни Людей И Говорит Научающая Нас И Когда мы Читаем Евангелие Дух Божий И Наше Открытое Сердце Бог Научает Нас Бывают Моменты Когда Мы Можем Не Понять Некоторые Стороны Священного Писания Как Брат Ты Домой Говорил О том Что Есть Процессы Которые Должны Пройти Вы Знаете Есть Один Есть Два Пути Когда Апостол Павел В своей Жизни Он Говорит Я Смиряю Себя Я Порабощаю Себя Я Хочу Я Пребываю В постах Я Пребываю В бдении Это Есть Правильный Подход Когда Человек Понимает Что Он Не Знает Все Это Этот Подход Он Смиряет Человека Дает Человеку Как Б Правильное Мышление Говорит Господи Помоги Мне Открой Мне Это Правильный Подход Я Когда Человек Не Интересуется Божьей Волей И Бог Допускает Чтобы Человек 13 лет Или 20 лет Или 40 лет Как мы Читаем В Библии Где Бог Допустил Чтобы Люди Шли 40 лет По пустыне Это Что Было Божьей Волей Конечно Нет Бог Хотел Их Взять Вывести И привести Но Бог Понимал Что Этих Людей Они Не Поймут Эти Люди Не Поймут Их Нужно Чтобы Они Физические Терпели Жару Чтобы Они Физические Прошли Голод И Вы Знаете Вот Эти Все Процессы Они Имеют Капитальнейшее Влияние На Нас Я думаю Мы С этим Соглашаемся Были Моменты Которые Нам Были Очень Неудобные Непонятные В нашей Жизни Но Смотря Назад Мы Можем Увидеть Как Они Четко Затронули Те Стороны Из этих Трудностей Мы Никогда Таким И Не Стали И Вот Вечный Бог Со Своей Великой Любовью Смотря На Тебя И На Меня Он Допускает Некогда Часто Может Быть Или Не так Часто Такие Нюансы В нашей Жизни Через Что Нам Нужно Пройти Для Того Чтобы Нам Открыть Глубину Чтобы Нас Коснуться Там Где Мы Может Быть Никогда В жизни Потому Что Обстоятельства Они Действительно Меняют Людей Это Нормально И Писание Говорит С радостью Принимайте Братья Когда Вы Впадаете В Различные Искушения Это Слово Говорит О том Что Принимайте Бог Хочет Вас Преобразить В Образ Бог Хочет Поменять Ваше Сердце Ваше Мышление Чтобы Правильно И Прямо Понимали Божью Волю Это Хорошо И Это И есть Благодать Божия Которая Совершает Это И Написано Явилась Благодать Божия Научающая Нас Вы Знаете Есть Можно Учиться В Классе А Есть Можно Учиться На Опыте Есть Можно Учиться Когда Тебе Кто-то Показывает И Можно Очень Сильно Учиться Когда Ты Сам Пройдешь Через Что-то И Ты Глубоко Поймешь Смысл И Знаете Это Благодать Божия Которая Она Совершает Вот Это Все Это Есть От Господа И Когда Мы Знаем Божью Волю Бог Может Нас Научить Пусть Господь Благословит Нас Чтобы Вот Эта Благодать Божия Которая Спасительная Чтобы Как Павел Здесь Говорит Научающая Нас Чтобы Мы Отвергнувшие Нечестие И Мирские Похоти Целомудренно Праведно И Благочестиво Жили В Нынешнем Веке Благодать Учит Она Затрагивает Все стороны Жизни Людей И Когда Мы Слышим Другое Слово Ибо Нет Нужды Чтобы Кто Учил Вас Почему Нет Нужды Потому Что Ты И Я Заинтересован Знать Божью Волю Я Не Жду Пока Кто Мне Скажет Слушай Что Ты Делаешь Как Ты Так Поступаешь Ты Неправильно Я не жду Чтобы Знаете Как Маленький Ребенок Он Ну Знает Что Папа С мамой Не Согласны Он Будет Делать До тех Пор Пока Его За руку Возьмет Или Ремешка Ему Да Все Не Знаю Не Надо Делать И Уже Взрослые Люди И так Тоже Ждут Они Постоянно Хотят Линию Перейти Но Вы Знаете Апостол Павел Когда Обращался К верующим Он Говорит Я хочу Чтобы Ты Был Здравый Чтобы Ты Был Способный Себя Содержать Чтобы Ты Был Стойкий В твоей Вере Чтобы Ты Был Конкретен И Чтобы Ты Возлагал Свою Надежду На Господа И Он Говорит Титул Здесь Благодать Явилась Чтобы Мы Отвергнувшие Нечестие И Мирские Погоди Целомудренно Мудрость От Господа Который Направляет Человека Говорит Праведно Благочестиво Жили В нынешнем Веке Ожидая Блаженного Упования И явления Славы Великого Бога И Спасителя Нашего И Иисуса Христа Который Дал Себя За нас Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония Христос И Жертва Христа На Голгофе Цель Была Какая Цель Павел Говорит Он Отдал Себя За нас Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония Слово Избавить Омеет Конкретное Значение Избавить Освободить Сохранить Предобратить Избавить Нас От Всякого Беззакония Которое Находится В этом мире Благодать Божия Нас Содержит В этой Жизни И мы Являемся Свидетелем Этому Божья Благодать Сохраняет Нас В этом мире Не дает Нам Разойтись Не дает Нам Пойти Как бы Ну Беспредель В этой Жизни Благодать Содержит Нас Целомудренно Правильно И Благочестиво Это Совершил Господь Чтобы Очистить Себе Народ Особенный Ревностный К добрым Делам Пусть Господь Благословит Нас Друзья Вы знаете Мы Читаем Много Из Евангелий И Сегодня Может быть На протяжении Нашей Жизни Мы слышали Очень много Божьего Слова Но самое Главное Чтобы Это Божье Слово Которое Мы Слышим Чтобы Нам Нашей Жизни Было Реальным Чтобы Мы Понимали Ценность Драгоценность Этого Слова С Вечными Последствиями Понимали Что От этого Зависит Наше Состояние Вникай В себя В учение И занимайся Этим Постоянно Спасешь Себя И слушающих Тебя Вы знаете Бог дал нам Семью Бог дал нам Детей Бог дал нам Друзей Бог дал нам Людей С которыми Мы соприкасаемся И Божья Воля Есть в том Чтобы мы Были Теми Как говорит Апостол Павел Тимофею Я хочу Чтобы ты был Не твой родственник Не пастор Твоей церкви Был образцом Но чтобы ты Был образцом Чтобы ты Лично ты Был образцом Твоей верой Вы знаете Я когда прочитал Это слово Это просто Знаете Мы как люди Можем адресовать Это какому-то Старшему Но Настолько реально И близко Слово Божье Чтобы ты был Образцом Пусть Господь Благословит Каждого из нас Пусть Бог Поможет нам Познавать Это учение Слава На которое Бог открыл Чтобы нам Никая в себя Учение Заниматься Этим постоянно Иметь Божие Благословения Твердую веру Упование В этой жизни Следовать за Христом Следовать за Господом Под покровительством Его Под защитой Его крови Это стабильная Прекрасная Христианская жизнь Пусть имя Господне Прославится В нашей жизни А Ему Пусть будет Вечная слава Аминь Продолжение следует... Продолжение следует...